МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Утверждение новой структуры администрации, первое заседание осенне-зимней думской сессии. Компания Саров Инвест, финалист крупнейшего градостроительного конкурса. Ради жизни наш город присоединился к ежегодной донорской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Гимн России, поздравления именинников и полчаса на обсуждение вопросов. Первое заседание осенне-зимней думской сессии прошло весьма оперативно. Повестка не вызвала особых разногласий, и все ее пункты были приняты абсолютным большинством. Детальнее остановились депутаты только на вопросе об утверждении новой структуры городской администрации. В проекте новой структуры прописаны 4 должности замов главы администрации. Три из них остаются без изменений. Заместитель по капитальному строительству и архитектуре, заместитель по социальным вопросам и заместитель директора департамента городского хозяйства. Плюс к ним вводится ставка заместителя по общим вопросам. А вот должность заместителя председателя КУМИ в проекте не прописана. Именно это вызвало вопросы у некоторых депутатов. Внимательно посмотрев данное решение, мы не находим здесь должности заместителя главы администрации тире председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Я правильно понимаю, что эта должность будет сокращена в штатном расписании администрации? Я правильно понимаю, что Владимир Ильич Лутиков получит на руки извещение о том, что его должность сокращена? Обсуждать судьбу действующего зама председателя КУМИ Владимира Лутикова представители администрации не стали, пояснив, что штатное расписание – вопрос следующий. И для начала надо утвердить новую структуру. С пяти шаги будут происходить после первого декабря. То есть, от 1 декабря она вступит в силу, это решение, и Владимир Ильич Лутиков получит на руки уведомление? Дальше пойдет последовательное действие в соответствии с документами. Большинством голосов проект новой структуры городской администрации депутаты утвердили – вступит в силу он 1 декабря. И лишь после этого речь пойдет о конкретных кадровых решениях. Еще один пункт повестки – корректировка бюджета на текущий год. После ее принятия представитель фракции «Единой России» предложил внести изменения в бюджетный процесс. В частности, он заявил о необходимости нулевого чтения главного финансового документа города. Нет, скажем так, желания смотреть все это в цифрах. Есть желание определиться с приоритетными направлениями, в которых будет развиваться город на следующий бюджетный город и, может быть, чуть дальше. Значит, определиться концептуально с тем, в каком порядке мы будем реализовывать те проекты, о которых мы сегодня говорим и на комитетах, и на рабочих группах. Предлагается провести это нулевое чтение до 1 ноября. Впрочем, как отметила директор департамента финансов Любовь Маркова, к этому времени еще не будут известны параметры областного бюджета и, следовательно, объем субсидий из него. Поэтому обсуждение городской казны в таком формате можно будет провести лишь в сослагательном наклонении. Какие приоритеты мы бы расставили, если бы у нас были деньги? Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». 70 регионов, около 3000 участников, дискуссионные площадки и круглые столы, на которых представители власти и застройщики страны обсудили самые острые вопросы и проблемы. Все это – шестой инвестиционно-строительный форум, прошедший в Москве на ВДНХ. На нем компания «Саровинвест» представила свой проект комплексного освоения территории в районе поймы реки Сатис, который вошел в число финалистов крупнейшего градостроительного конкурса Министерства строительства России. Более 200 участников ежегодного градостроительного конкурса – это лучшие реализованные проекты страны. Выбрать среди них самое достойное – задача не из легких. И все-таки высококвалифицированная жюри с ней справилась. Строжайшие критерии отбора и оценки и внимание к мельчайшим деталям позволили определить финалистов, которых наградили в рамках шестого инвестиционно-строительного форума. Компания «Саровинвест» – это комплекс из 11 жилых домов освоения поймы реки Сатис, Саров. Интерактивный стенд компании «Саровинвест» с самого начала работы форума стал центром притяжения гостей и участников. Он не пустовал ни минуты. Представители власти и застройщиков из других регионов не могли пройти мимо. Останавливались, задавали вопросы и давали высокую оценку проекту «Саровская ривьера». Если честно, я удивлен вот тому размаху и тому объему, в рамках которого данная компания реализовывает свой проект. Он достаточно интересный, интересный и для нас. На мой взгляд, мы подходили с коллегой, с моим архитектором, который тоже восхищен, так сказать, этим проектом. Именно его гармоничностью, самосштабностью человеку, очень европейским таким вот подходом к проектированию, к созданию среды. Таких застройщиков нужно поддерживать. Впрочем, не только слова восхищения получил Саровский застройщик. Многие из участников форума заинтересовались проектом и выразили желание о сотрудничестве. Кто-то в рамках реализации существующего проекта в Сарове, а некоторые пригласили специалистов компании «Саровинвест» к себе, чтобы на месте перенять опыт застройщика. Очень грамотно сделан проект. Сейчас основное – это комфорт. Люди, которые покупают жилье, то есть проект продуман на несколько шагов вперед. Очень интересные проектные решения, правильные проектные решения. Заинтересовались, пригласили к себе. Может быть, совместно будем что-то реализовывать. Саровская ривьера вошла в число лучших реализованных проектов комплексного освоения территории наряду с такими масштабными проектами, как Экоград-Окский берег в Нижнем Новгороде в планах полтора миллиона квадратных метров жилой застройки на 100 тысяч человек и город-спутник Лесная поляна в Кемерово более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья для 40 тысяч человек. Представители и того, и другого среди всех стендов также особо выделили Саровского застройщика. Очень впечатлил проект наших соседей из Сарова. Нравится продуманная до мелочей концепция. То есть сразу видна такая настоящая девелоперская идея, которая лежит в основе. Хорошо обыграно расположение. Высокая оценка. На самом деле мне очень проект понравился. Я достаточно долгое время провел возле вашего стенда, причем подходил два раза. Но мне очень понравился проект. И с точки зрения концепции, с точки зрения того, как я увидел, что уже реализовано в данном проекте, на наш взгляд он заслуживает аплодисментов и похвалы. О том, как прошла деловая часть форума, о темах дискуссионных столов и площадок, а также о том, каких результатов удалось достигнуть застройщикам в ходе встреч и переговоров с представителями федеральной власти, мы расскажем уже в ближайших выпусках новостей. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Департамент городского хозяйства сообщает об изменении движения автобусов в связи с реконструкцией дороги по улице Академика Харитона. С 29 сентября по 4 октября маршруты Куровса-Транса будут следовать по улицам Ленина, Духова, Силкина, Академика Харитона. Из Заречного района в центральные автобусы будут двигаться по маршруту Харитона, Силкина, Александровича, проспект Ленина. 49 и 52 маршрутки проследуют по проспекту Ленина до улицы Александровича, затем по проспекту Октябрьскому до Академика Харитона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин собирается приступить к своим обязанностям уже сегодня. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Не могу не отметить, что бывал в Сарове и в Саровском монастыре. Я считаю, что это настоящая жемчужина Нижегородской земли, которую мы, конечно, будем поддерживать. По словам Глеба Никитина, свою работу он собирается строить с опорой на команду экс-губернатора Валерия Шанцева, но при этом ориентироваться на новые свежие кадры из столицы Приволжья. По мнению временно исполняющего обязанности главы региона в Нижегородской области, следует развивать высокотехнологичный сектор и туристическую сферу. В пятницу 29 сентября пройдет прямая телефонная линия на тему противодействия преступления в сфере налогообложения. На вопросы граждан по телефону 8 831 268 55 32 ответит заместитель начальника 7-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка подполковник Сергей Братищев. Прямая линия будет работать с 14 до 15 часов. Директор гимназии номер 2 Юлия Василкова вошла в число победителей конкурса на право стать экспертом в различных проектах Школы Росатома. Помимо диплома и гранта она получила право на проведение экспертного сопровождения не менее трех стажировок победителей конкурса учителей, который пройдет в следующем году. Как отметили в Департаменте образования, теперь Юлии Василковой предстоит оставаться беспристрастной в оценках, так как саровские учителя и воспитатели планируют принять активное участие в программы Школы Росатома. 27 сентября по всей стране отмечается День работников дошкольного образования. Этот праздник приурочен к созданию в России первого детского сада. Работники дошкольных учреждений помогают ребятам гармонично развиваться и занимаются их подготовкой к школе. В честь праздника в Департаменте образования прошла торжественная церемония награждения. Вот уже 32 года Елена Толомачева работает с малышами. Женщина рассказывает, что быть воспитателем – это высокое призвание. Именно от них зависит будущее ребенка. Они помогают детям открывать новый мир, закладывают в фундамент, который служит опорой и основанием в дальнейшей жизни. Без работы я просто не мыслю в себе жизни. Это как бы трудно нам не было во все эти периоды времени, мы всегда считали, что это моя работа, это мое призвание. И по-другому я свою жизнь просто не представляю. В Доме учителя собрались те, для кого понятие «мои дети» намного шире, чем для других людей. Работники дошкольного образования – это именно те, к кому малыши бегут за советом, делятся радостью, задают вопросы, доверяют свои сокровенные секреты и переживания. Именно они всегда готовы откликнуться, помочь и поддержать. Вы их образовываете, вы их воспитываете, даже, наверное, больше, чем дома. Это порой больше, понимаете. Они вас любят, и они идут в садик, зная, что к ним отношение как к взрослым, как к большим, как к самым-самым любимым. Я желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью ваших близких, уважением ваших воспитанников и их родителей. И, конечно же, поддержкой коллег и руководства. Вас с праздником и всего самого наилучшего. На торжественном мероприятии в Думе учителя почетными грамотами наградили более 40 педагогов. Также некоторым работникам детских садов вручили грамоты и почетные знаки гражданина страны Росатома. В этом году мы чествуем наших педагогов дошкольного образования и очень рады видеть здесь ветеранов дошкольного образования. Среди них это руководитель детских садов, которые мы очень рады видеть, и они имели возможность прийти к нам сегодня. Не обошелся праздник и без поздравительного концерта от воспитанников детских садов, школ и других учреждений. Редакция нашего канала присоединяется к поздравлениям и желает работникам дошкольного образования никогда не терять терпение и получать радость от своей работы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Впервые в нашем городе прошла акция по сдаче крови на типирование. Жители 13 городов Нижегородской области внесли свой вклад в пополнение национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Благодаря предыдущим акциям база потенциальных доноров пополнилась практически на 3 тысячи человек. Подробности далее. Помочь тому, кто находится на грани жизни и смерти по силам каждому. С современным уровнем развития медицины стало возможно победить даже рак, но только с помощью неравнодушных людей. Для этого здоровому и крепкому человеку необходимо лишь ждать свою кровь на типирование. В Сарове это проходит первый раз, насколько я знаю. И, наверное, просто хотели проверить, есть ли в городе у нас люди, которые хотели бы участвовать в подобных акциях, помогать детям. Жители нашего города на такой призыв откликнулись. Как оказалось, многие ждали возможности попасть в реестр потенциальных доноров. Меньше чем за час на место проведения акции пришло более 10 человек. Процедура простая и не занимает много времени. Человек приходит, заполняет анкету, свои данные личные, указывает, были у него какие-либо болезни или нет, и идет сдавать кровь. А дальше данные попадают в реестр, и когда наступает ситуация, при которой необходим донор костного мозга, в базе находит нужного человека, что дает больного ему родным надежду на выздоровление. Наша съемочная группа также присоединилась к этой акции и сдала кровь. Вот и все. Теперь я стал донором. Надеюсь, что после того, как мою кровь проверят, кому-нибудь пригодится еще и мой костный мозг. От принятия решений стать донором многих отпугивает сама процедура забора костного мозга. Хотя она совершенно безопасна. Взятие производится либо из вены, как при обычной сдаче крови, либо под наркозом из тазовой кости. Многие решились на сдачу в самый последний момент. Дня два-три назад увидел по вашему телеканалу про то, что будет проходить акции, и очень обрадовался. Пришел с утра, отложил свои дела и сдал кровь. Помочь ближнему или нет – выбор, который делает каждый сам. Но если представляется возможность дать кому-то шанс на выздоровление, его надо обязательно использовать. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». О том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны, мы рассказываем в наших выпусках по средам и пятницам. Символическое перерезание красной ленточки, роль которой выполняет железная балка и самый большой в мире атомный ледокол, отправляется в свое первое плавание. Спуск на воду Сибири, первого серийного атомохода третьего поколения, не только торжественное событие для корабля и его создателей. Это шаг к реализации колоссальных планов России по освоению Арктики. Атомному ледокольному флоту и госкорпорации «Росатом» отводится в этом действии одна из главных ролей. «Росатом» уже имеет стратегическую линию развития целого ряда компетенций, направленных на серьезное укрепление транспортной и энергетической инфраструктуры арктических территорий. В прошлом году благодаря атомному флоту по Северному морскому пути было перевезено 7 миллионов тонн различных грузов. Три новых строящихся ледокола – Арктика, Сибирь и Урал – позволят превзойти это достижение. Эти корабли за счет большей ширины и более мощной реакторной установки будут способны проводить через льды современные арктические танкеры-газовозы с грузоподъемностью более 100 тысяч тонн, тем самым оказывая неоценимую помощь в новых проектах по добыче углеводородов на Ямальском и Гданском полуострове. Мы специально свою работу синхронизируем с развитием этих проектов. И поэтому, когда через два года вы увидите, что в Арктике уже за 30 миллионов тонн грузопоток, а еще через лет 10-15 будет за 50, а то и 60 миллионов тонн, то вот удивительного нет. Не менее важный проект «Росатом» осуществляет в городе Пивек на Чукотке. Здесь готовятся к уникальной процедуре – швартовке первой в мире плавучей атомной станции. Она должна будет обеспечить регион электрической и тепловой энергией. Нет никаких сомнений, что в тех условиях, в которых он будет работать, наша установка и наше судно в целом поведет себя должным образом. Сегодня специалисты «Росатома» работают над целым рядом проектов в области транспорта, энергообеспечения, добычи полезных ископаемых и экологии в Арктическом регионе, создавая условия для его экономически эффективного и безопасного освоения. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей.